Права потребителей, это очередное обращение от нашего постоянного зрителя Петра Петровича из Жлобина. Он написал, что у него снова возникли сомнения про надписи на сыре. То есть, вот магазин должен на отрезном куске сыра отображать информацию, то есть реквизит, адрес магазина или название торговой точки. Второе, должен ли магазин информировать покупателя. Наклейка, которая на фотографии, когда заканчивается срок годности товара, потом в часах или сутках должны указывать информацию. Дата изготовления имеется, а полный срок хранения отсутствует. Даже на наклейке от производителя нет этой информации. Вот запутался Петр Петрович не только в датах на этикетке, но и в информации, которую дают разные источники. Например, на сайте производителя указан срок хранения 271 день, а на сайте торговой палаты 240 суток. Петр Петрович не стал как бы так ванговать и отправил письмо на сыродельный комбинат. Написал ему ответить, что производитель может ли гарантировать сохранность сыра в течение 271 дня. Вот ему так написали на заводе. Ну а после вскрытия это уже все зависит от торгового объекта. Вот мне кажется, и на таких вот специалистов надо думать в министерствах. Видите, как он все по полочкам так расставляет. Активно очень, очень много вопросов, а все так очень структурированы. Я, допустим, никогда не задумывался вот об этом нюансе, да, а ведь сыр ты покупаешь очень часто. Давайте всю правду нам, чтобы мы впереди покупали качество действительно. Давайте начнем с ответа производителя сыра. Производитель сыра в данном случае прав. Когда-то в одной из передач мы с вами говорили о том, что производитель сыра сам устанавливает срок его годности и этим гарантирует, что в этот срок годности обеспечивает его пригодность для употребления. В данном случае речь идет, когда мы говорим 271 день, речь идет о том, что не вскрыта упаковка, да, то есть, например, это головка сыра, не вскрыта. И то, что производитель говорит потом, а дальше в зависимости от того, когда продавец разрежет эту головку и как будет хранить, от этого зависят и сроки годности уже разрезанного сыра. Дальше. Здесь что важно понимать. Если осталось до истечения срока годности сыра менее 72 часов, тогда указывается его срок годности в часах. Во всех остальных случаях указывается в днях, ну, либо сутках. Дальше. Информация, о которой говорит Петр Петрович, действительно должна быть даже на упакованном и разрезанном продавцом сыре. Почему? Потому что это фактически информация о фасовщике и упаковщике. И тогда уже с учетом того, как хранился разрезанный сыр у продавца, должен быть выставлен срок годности этого сыра. Все понятно. Вот, кстати, только...